Уважаемый господин спикер Парады представителей, уважаемый президент сената, уважаемые члены Конгресса, дамы и господа, я имею высокую честь выступить здесь, в Конгрессе, в великой свободной страны, и, как впервые за тысячелетнюю историю России, всенародно избранный президент, как гражданин великой державы, сделавший свой выбор в пользу свободы и демократии. Коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда, и я здесь для того, чтобы заверить вас, на нашей земле мы не дадим ему воскреснуть. Опыт минувший десятилетий научил нас, коммунизм не имеет человеческого облика, свобода и коммунизм несовместимы. Мы чувствуем колоссальную ответственность за успех наших преобразований, не только перед российским народом, но и перед гражданами Соединенных Штатов Америки, перед всем человечеством. Сегодня свобода Америки защищается в России, и если реформы провалятся, придется заплатить многие сотни миллиардов долларов, чтобы хоть как-то компенсировать эту потерю. Это касается экспериментов с бактериологическим оружием, и известных теперь фактов по американским военнопленным, корейскому Боингу и многое другое. Этот перечень можно было бы продолжить. Открываются архивы КГБ и бывшего СК КПСС. Более того, мы приглашаем Соединенные Штаты и другие государства к сотрудничеству, в расследовании этих темных страниц бывшей империи. Хотел бы закончить свое выступление словами из песни американского композитора российского происхождения Ильвина Берлина. Господи, благослови Америку! Субтитры создавал DimaTorzok